В эфире программа «Время говорить» в студии Юлия Ракотская. Здравствуйте! Тема нашей сегодняшней беседы – интеллектуальные игры. В гостях у меня Александр Топоров, основатель и ведущий корпоративной интеллектуальной лиги, и Константин Манич, основатель и судья корпоративной интеллектуальной лиги. Здравствуйте, молодые люди! Здравствуйте! Добрый день! Первый вопрос, Саш, наверное, адресую тебе, поскольку мы ближе знакомы. Что же такое интеллектуальные игры и для чего они нужны? Ох, интеллектуальные игры – это такой целый комплекс игр, которые направлены на то, чтобы найти ответ за определенное количество времени. Если очень простыми словами, то это игра в загадки. Различаются только виды загадок, время, которое нужно на эти загадки потратить, типы загадок, то есть либо это какие-то текстовые, либо визуальные, либо аудиальные. В общем, все, этот большой комплекс называется интеллектуальные игры. То есть место, куда люди приходят для того, чтобы, скажем так, достать из своей головы знания и применить их по назначению. Потому что, ну, в течение жизни мы набираем определенный багаж, а, скажем так, в работе, в жизни он нам обычно не пригождается. Ну, благодаря... Остается где-то за бортом. Ну, конечно, да. Советская школа была... Мы здесь все прошли через советскую школу. Она была довольно-таки обширная, и поэтому нас учили всему и сразу. И вот столько знаний, сколько у нас в голове, не пригождается. И вот для того, чтобы они были, лежали не просто так, наверное, и нужны интеллектуальные игры, в которые люди с удовольствием ходят. Так вот достать и вспомнить. Да, в том числе. А история какая-то есть у начала интеллектуальных игр? Ну, я могу сказать, например, что, наверное, с зарождения людей игры были. Всегда была тяга к соревнованиям, доказать кому-то, что ты лучше, быстрее, сильнее, умнее. Те же Олимпийские игры в Греции, исходя из этого, и начались. До сих пор это в людях осталось. Но если спортом заниматься, все-таки нужно какие-то большие усилия приложить, то есть долгое время тренироваться и так далее, то интеллектуальные игры, у них порог входа гораздо ниже. То есть здесь просто вот я знаю, я со временем получаю дополнительную информацию и на самих играх овладеваю какими-то технологиями поиска ответа. На самом деле это то, что может в любой задаче в жизни даже пригодиться. Всегда нам нужно где-то быстро что-то решить, и у нас не всегда есть вся информация полная. С использованием того, что мы имеем, мы находим ответ на вопрос. Точно так же, как и в играх. Мне кажется, что если сравнивать с Олимпийскими играми, тут тоже подготовка нужна, ведь не каждый интеллектуал далеко. Я могу сказать на это следующее. Это хорошо видно по уровню команд. То есть, например, когда команда приходит в игры, даже если там находятся умные, начитанные ребята, но они буквально только встретились, они только познакомились, и у них нет еще с собой сыгранности так называемой, то это очень сильно видно. Даже учитывая личности каждого, команда работает слабее, чем, например, грубо говоря, команда середнячков, которая уже сыгралась, которая уже нашла какие-то пути взаимодействия друг с другом. И поэтому, наверное, можно сказать, что эти игры, они не столько про знания, сколько про логику, наверное, правильнее сказать. То есть, когда люди ищут ответ, не выуживают его из своей памяти, а находят пути к нему, и кто быстрее это делает, кто это делает логичнее, скажем так, те, как правило, имеют больше шансов выиграть. Но сегодня мы собрались здесь, чтобы поговорить про Киву. Что за кровожадное название? Это отличное кровожадное название, расшифровывается как Корпоративная интеллектуальная лига. Все очень-очень просто. Корпоративная интеллектуальная лига – это проект, который начался 16 марта 2017 года, когда прошла первая игра Корпоративной лиги. Понятно, где-то за месяц до этого мы с Константином задумали этот проект, решили его проводить, потому что на тот момент, в 2016 году, впрочем, как и на нынешний момент, в городе не было подобных образований, которые могли бы дать выход энергии каким-то корпоративным командам. То есть, игры, как и вы, существовали, но именно корпоративных не было. И коллективам различных предприятий приходилось собирать команды, участвовать, так сказать, наравне со всеми. А вот так, чтобы устроить дерби между собой, вот, такого не было. И поэтому проект у нас пошел, взлетел. Вот 24 и 17 числа, в феврале, мы отмечали пятилетие. Ну, значит, две лиги, поэтому в каждой лиге отмечали отдельно. Вот. И в пять лет пролетели, если честно, очень быстро, незаметно. Начинали мы с буквально пяти команд на первой игре. А сейчас? Сейчас у нас присутствует в разные периоды от 13 до 18 команд. Ну, то есть, не все играют постоянно, а некоторые приходят набегами. Вот. Но основной костяк такой. Это тимбилдинг? Ну, в принципе, да. Часть команд приходит именно за этим. Вообще, есть несколько поводов для того, чтобы начать играть в интеллектуальные игры. Это и вот тяга к проявить себя. Это, возможно, для кого-то поиск друзей. И вот в корпоративной лиге это тимбилдинг действительно, потому что, вот если повторится то, что мы говорили, поиск ответа на вопрос – это взаимодействие людей. Это главное. Потому что эрудиция, наверное, идет на втором месте. То есть, у нас играли даже реально профессора, и у них другой подход. Он замыкается в себе, и он начинает вспоминать. А команда, вот, как Александр рассказал, среднячков, то есть, ну, команда вот просто обычных людей, как вот мы с вами, они, каждый владеет каким-то фрагментом знаний, и он этот фрагмент выдает в нужное время. И вот сама магия на игре, когда это складывается. Один говорит, я знаю, что этот город в Англии, второй говорит, значит, там правостороннее движение, вот, а значит, и какой-то ответ появляется. Ну вот, кстати, мы можем сейчас задать вопрос для телезрителей, в конце рассказать. Возможно, за время нашего интервью они сами найдут ответ. Ну, а мы отдадим ответ. Можно так сделать, да? Можно, конечно. Ну, вот, смотрите, весной 2017 года в одном английском кинотеатре разыграли зрителей. Они пришли на фильм «Лунный свет», но увидели что-то другое. Что именно? То есть, вот, видите, вопрос, он, как бы, это можно знать, конечно, где-то читать, но вопрос построен так, что этот ответ можно найти, исходя из общеизвестных знаний, которые знает большинство. А если собирается 6-8 человек, наверняка кто-то из них знает. Вот, вопрос я задал, посмотрим, возможно, кто-то и ответит. А возвращаясь к тембилдингу, команда на корпоративной лиге состоит из людей разных отделов. То есть, может быть, бухгалтер, может быть, продажник, может быть, там, финансовый директор, или даже генеральный директор, у нас такие люди тоже играют, и им интересно тоже в такой неформальной обстановке пообщаться с людьми, понять, как они живут, чем живут, что думают. Да, вот. И нам подходили и после игры говорили, что действительно мы узнали, что у нас такие классные ребята оказываются там в отделе логистики, а мы знать про них не знали, и проще уже вот это взаимодействие в рабочей процессе происходит. И, ну вот, прямо ключевое, то есть не то, что называется этим билдингом, где из-под палки там заставляют условно там, не знаю, бегать в мешках, ну, утрируя говорю, а здесь именно реально люди узнают друг друга. То есть каждый сам пришел по собственному желанию и сыграл? Безусловно. Конечно, заставить нельзя. Есть такая мудрость, если и шаг пить не хочет, его и палкой не заставишь. Восточная мудрость. Ну, это действительно так, если не хочешь, ну, даже тебя заставили прийти, но ты просидишь всю игру просто, глядя в кружку с кофе, и все, и больше ничего не будешь делать. Что касается тимбилдинга, тимбилдинг – это, как правило, понятие внутреннее, внутри компании. А в корпоративной лиге есть еще такой, мы не придумали это название, ну, такой внешний тимбилдинг. То есть, например, для того, чтобы выйти на какого-то работника, на какого-то человека в компании, в которой ты не работаешь, иногда приходится применять довольно много времени. То есть надо позвонить, договориться там с каким-то секретарем, который тебя выведет на него, и так далее, и тому подобное. Это довольно долго. Здесь же налаживают соотношения внутри не коллектива, а коллективов. То есть условно, там какой-то человек из банка может подойти к условному человеку из сталилитейной компании, там два начальника, да, и без телефонов, без секретарей напрямую познакомиться, да, и о чем-то договориться, там, скажем, встретиться, и ускорить процесс, там, ну, не знаю, на дни, может быть, или на недели. То есть этот момент в корпоративной лиге, наверное, один из самых, ну, главных, как мы с Константином считаем, потому что это все-таки, мы, конечно, это игра, безусловно, но это еще и некий клуб, клуб по интересам, где люди похожих, со схожими мыслями в голове встречаются, общаются, соревнуются, получают удовольствие, могут разговаривать в перерыве с друг другом, сколько угодно, и от этого, грубо говоря, хорошо всем. Константин, сложно ли играть? Мне кажется, что сложно, исходя из вашего вопроса про луфы. Ну, конечно, непросто. То есть, как любой вид спорта, как любая активность, она требует каких-то усилий. Здесь вещь такая, или это начинает нравиться, и человека не остановить, и многие играют там по 10 лет. Серьезно, есть такие команды, которые с небольшими изменениями состав держатся. И причем это происходит по несколько раз в неделю даже. Кому-то это не нравится, кому-то это вот не его. Ну, как вот, я не люблю бегать, меня не заставишь, ну, допустим, плавать мне нравится. Вот такая история. А дальше, здесь вот это вот эмоциональное удовольствие есть от взятия вопроса. Когда вопрос сложный, когда вы его берете на последних секундах, когда вот именно команда включается, вот то, что я говорил. Один замечает какое-то буквально там слово, которое вроде бы в вопросе не имеет значения. Ну, вот как, допустим, в вопросе я сказал дату. Ну, какая разница? Нет, дата имеет значение, и мы к этому и вернемся, поговорим. И когда ты отвечаешь, а еще ведущий говорит, а у нас на корпоративной лиге такая механика, что если команда отвечает меньше, то они получают больше баллов. То есть такой рейтинг внутренних вопросов есть. То есть если вопрос очень сложный, его не взял никто, кроме одной команды, она очень сильно вырывается вперед, и там прямо эмоции через край. Там фотограф прям стоит уже с аппаратом, чтобы все эти радости, крики запечатлеть. Вот. И вот ради этих моментов, в том числе, люди играют. Саша, а вот как раз интересно, что касается механики, как это все происходит. Ведущий задает вопрос, команды перехватывают на себя. Ну, понимаю, да. То есть механика примерно, как Константин продемонстрировал. Ведущий задает вопрос, вопрос демонстрируется на экране, на всякий случай, чтобы... Как правило, это текстовый вопрос. Текстовый вопрос, да, ну, чтобы ускорить процесс, чтобы не писать его. Далее включается отсечка минуты. В течение минуты команда должна этот вопрос раскрутить. И внутри этой минуты у сыгранных команд действует примерно следующая схема. Первые пять секунд команда поглощает вопрос. Она читает его, пропускает через себя и выуживает каждый из игроков, выуживает какие-то ассоциации, которые у него возникли при прочтении. Одни или другие. Если, например, вопрос сразу не берется, ну, бывают и такие вопросы, которые берутся легко и одним человеком, ну, просто по какой-то причине. Если вопрос сразу не берется, в следующие 15 секунд выбрасываются версии на стол. Всеми. Ну, все, у кого они родились. То есть они просто говорят вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это. И вот здесь начинается самая магия. Потому что ассоциации человеческие, они довольно-таки... Причудливые. Причудливые, потому что ты не можешь никогда предугадать, что произойдет. Когда выбрасываются версии на стол, другой человек, который ее услышал, и у которого тоже в голове есть какое-то понимание, ну, есть какая-то своя версия, он эти версии две соединяет, и у него возникает какой-то проблеск. Может быть, это уже правильный ответ, а может быть, только путь к правильному ответу. Это может возникнуть у нескольких человек, которые должны уже выкинуть следующую, скажем так, поток версий. Второй, это уже второй круг, по сути. Дальше включается капитан, который, например, отсеивает заведомо невозможный, то есть, например, в вопросе был он, то есть мальчик, а предлагается версия там она, то есть девочка. Соответственно, эта версия сразу не подходит по факту, и она отсеивается, это задача капитана, он отсеивает все лишнее, оставляет все, что более-менее похоже на правду, и вот последние 20 секунд уже крутятся версии, которые были отсеяны, выбраны, и уже принимается там решение, если команда демократического типа, команды, игроки как-то за это голосуют, если команда авторитарного типа, то капитан просто сам, сама принимает решение, и выдает уже версию на стол. Дальше идет 10 секунд, чтобы эту версию записать и сдать, то есть весь цикл занимает буквально 70 секунд, ну, после того, как задан был вопрос. А когда включается судейство? Вот оно в этот момент включается, то есть я получаю все ответы, мы вот уже второй год играем в электронном виде, это оптимально такая справедливая форма сдачи ответов, то есть все ровно в одно время могут сдать, я получаю их у себя на компьютере, дальше смотрю, у меня есть зачет вопроса, который написал автор, то есть он может написать, что, к примеру, опять же, Лондон, и в зачет пойдет столица Великобритании, если вдруг кто-то забыл название города, но для вопроса это не принципиально, иногда это принципиально, иногда нет, вот, и, соответственно, я смотрю критерии зачета и смотрю ответы, если они совпадают, я там отмечаю верный ответ, если он частично не совпадает, здесь уже на мое усмотрение, то есть насколько команда, так сказать, проникла в суть вопроса, вот, я могу его зачесть, могу не зачесть, то есть здесь есть возможность такого варьирования, но, как правило, это не требуется, обычно либо люди отвечают правильно, либо неправильно. Я так понимаю, что многое зависит от команды, мы уже выше упомянули это немножечко, вот сложно собрать ту команду, с которой, ну, прям выиграешь? Очень. Это, наверное, одна из самых сложных вещей и самое время затратное, то есть, если взять, ну, как обычно все говорят про себя, если брать, например, команду, в которую играю я, а я тоже играю в интеллектуальные игры, на формирование состава, который стал продуктивным, у нас ушло около года, то есть, люди приходили, уходили, приходили, уходили, кто-то оставался, приходили, уходили, кто-то оставался. Команда довольно большая, и поэтому найти внутренние, чтобы не было внутренних противоречий у людей, тоже очень сложно, плюс, это только на личностном уровне, бывают еще моменты, когда человек, ну, просто, не может работать с другими, но у него не совпадает фаза, условно говоря, то есть, тогда тоже, как бы, ну, нет смысла дергаться, зачем, если вот, ну, не получается у тебя играть с нами, тогда найди команду, которая тебе нравится, без обид, без ничего. У Константина, я думаю, тоже были подобные истории. Ну, я согласен, да, что я в меньшей степени сейчас играю, я больше организую игры, вот, и вот я как раз могу дополнить, Александра, что поиск людей, это в том числе, и когда люди ищут команды, вот мы, допустим, проводим корпоративную лигу, также есть в открытом формате, так называемом, где любой человек, буквально там, вот прочитал объявления в наших соцсетях и пришел поиграть, игроклуба 60 секунд, они тоже вполне могут принимать людей, которые без команды, то есть, любой, вот телезритель, например, он слушает такой, да, слушай, я хочу поиграть, но у нас, неужели это в городе есть? Это в городе есть и очень много, то есть, только вот мы проводим в месяц порядка 20 разных мероприятий, но еще есть другие проекты, к которым мы не имеем отношения, тоже проводятся, поэтому вот к нам можно обратиться, ко мне, к Александру сказать, я хочу сыграть. Если человек готов организовать свою корпоративную команду, например, HR или директор компании, который реально увлечен, который может предложить сотрудникам, отдавайте, вот, мы можем пригласить, мы можем приехать в офис, провести пробную тренировку, то есть, показать, рассказать, что это такое, можем предоставить, у нас есть такая программа, первая бесплатная игра, чтобы люди именно такой тест-драйв, попробовали ее, и уже после игры поняли, вот я повторюсь, мое не мое, потому что это все должно изнутри идти, вот, а если человек один, он может прийти, так же, как в корпоративную лигу, у нас регламент допускает, использовать легионера, то есть, человека не из состава команды, либо клуб 60 секунд, это каждый вторник проходят игры, в первую лигу по выходным, да, либо по выходным, первая лига у нас тоже есть, прям для начинающих, с более простыми вопросами, и с не самыми опытными командами, которые недавно собрались, но уже, кстати, хорошо они играют, вот с ноября это запустили, вот, прийти туда, к организаторам, к ведущим, сказать, я вот хочу, и мы обязательно найдем, как правило, на любой игре есть одна команда, где неполный состав, и которая с удовольствием возьмет человека, поэтому, все это реально. А что дает возможность вот так посоревноваться на интеллектуальном поприще? Ну, как говорили некоторые философы в Древней Греции, человек живет ради удовольствия, спаривать мы это не будем, древнегреческий философ и давно умирает, что с ним и спорить, но в том числе и для этого, то есть, когда ты не просто находишь применение к своим знаниям, а делаешь это вот в режиме драмы, да, когда вот, как Костя говорил, на последней секунде, выбор из двух вариантов, и ты делаешь выбор, и делаешь выбор правильный, и ты единственный в зале, кто это сделал, это, конечно, катарсис. Тут бесспорно, это вот тот кайф, за которым идут люди именно, ну, что касается для себя. Кроме этого, вполне возможно, что людям будет интересно просто немножечко совершенствоваться с интеллектуальной, а с знанием, с точки зрения знаний, потому что каждый приход на игру это узнавание сорока, я про килл сейчас говорю, сорока четырех новых фактов. То есть у нас там двадцать вопросов в матрице и двадцать четыре в основной игре, каждый вопрос построен на каком-то факте, сорок четыре новых факта ты унесешь с игры точно. Может быть, тебе это где-то еще пригодится, или просто тебе интересно познавать новое, узнавать новое. Вот это тоже вполне входит в ситуацию личностного. Откуда тогда берутся все эти вопросы и все эти факты? Как вы? Давайте я расскажу. Вообще, движение интеллектуальных игр очень широкое. Есть множество команд играющих, множество организаторов. В любом городе, наверное, сейчас есть кто-то, как минимум один человек, который это делает. И есть множество авторов, люди, профессионально занимающиеся вопросами. Вообще, любой вопрос, в основе любого вопроса лежит интересный факт. Опять же, возвращаясь к тому вопросу, что я задал, я так подогреваю, мы вернемся. Факт действительно прикольный, забавный, и на его основе вполне можно было придумать вопрос, его придумали. Вот, интересный факт. Дальше. Есть определенные правила построения вопроса, то есть так, как его завернуть, именно, как его подать, чтобы сразу нельзя было ответить, но все, что нужно для вопроса, есть либо в нем самом, либо в тех общих знаниях, которые у нас есть у любого человека, опять же, как я и говорил. Вот. И вот эти авторы готовят вопросы, пишут их, ну, все это, естественно, коммерческая деятельность, и есть редакторы, которые взаимодействуют с авторами, собирают вопросы, формируют из них какие-то игровые пакеты по уровню, оцениваются на тест-группах, то есть где-то простые очень вопросы, которые там один-два человека могут спокойно отвечать, где-то сложные, которые никто не ответит, есть такие, которые имеют там в основе такой факт, ну, условно, какой-нибудь британского ученого 15 века, которого не все знают, но он есть, и, возможно, кто-то в команде его и знает, но бывают очень сложные вопросы, естественно, но это уровень других игр, мы, как правило, такие не используем. Еще, кроме этого, эти пакеты делятся и на тематические, и не на очень тематические. Иногда, например, интересно играть в пакет, в котором не используются местоимения, представьте. Да, то есть он прям заявляет с прямым текстом у нас вот не будет там X, не используется он и так далее, и тому подобное. Вопросы написаны тут просто по факту. Есть, недавно, по-моему, мы играли без раздаточного материала, ни одной картинки, только текст, строго. Есть наоборот, все вопросы с картинками снабжены. Есть вопросы по Гарри Поттеру, по сериалу Друзья, по Игре Престолов, то есть все вопросы каким-то образом завязаны вот к этим произведениям. И на них приходят другие совершенно люди. То есть я вот фанат Игры Престолов, например, я знаю все, всех имена, все родословные, но мне не нравится, допустим, просто корпоративная лига, мне кажется, это сложным. А вот это я отлично могу отвечать, я прихожу, с удовольствием провожу время с друзьями, еще и выиграю и всем покажу, что я тут молодец. Поэтому форматов абсолютно много. Есть формат квиза, допустим, это вообще вот такой вопросы на эрудицию и в очень таком энергичном формате, там много вопросов, много заданий, очень короткое время, на 8 минут, а там, допустим, 20 секунд всего. Ну, там и вопрос, соответственно, быстрее отвечается. Но там другие эмоции, там другое ощущение, мы это тоже делаем, но в меньшей степени. То есть нам больше интересно вот это направление. Мне интересно вот что. Если человек в школе был троечником, условно говоря, он может прийти и поиграть в килл. Конечно. Хватит мозгов элементарного человека. Ну, начнем с того, что люди не всегда троечники, потому что они глупые. Но это я условно. Да, нет, а я не условно. Даже если он в школе условно был троечником, это не говорит о том, что он глуп. Это говорит просто о том, что он как-то не так сдавался до задания, которые нужно было ему оценивать. И их оценивали в таком ключе. А если же брать именно сложность, то сложность всегда подстраивается под человека. Вопросы никогда не зададут, вопрос никогда не зададут, такой факт, который ты не сможешь угадать, разобрать. То есть, например, в корпоративной лиге есть два подразделения, там, профессиональное и любительское. По названиям понятно, что любительское – это первый уровень, профессиональное – это те, кто прошли любительскую, им там уже легко, слишком для них более сложные вопросы. Ну и, соответственно, мы с Константином так и подбираем, более сложные в профессиональную, более легкие в любительскую. И, исходя из этого, мы понимаем, что вот здесь эти вопросы будут хорошо, смотреться, а здесь вот эти будут хорошо смотреться. Так что, какой бы ни был человек, приходя на любую игру, он придет и поймет, что здесь ему, вопросы ему рады. Вопросы сделаны так, чтобы он их мог ответить. А побеждают всегда самые умные или самые, как бы правильно сказать… Удачливые. Удачливые, да. А тут все вместе. Тут и знания, иногда удача действительно, то есть вопросы именно вот бывают идут. Условно, если у нас там собирается команда, где несколько филологов, и вопросы идут литературные, они могут ответить. Хотя бывает и так, что много знаний, много печали, потому что человек начинает говорить, да не может быть это слово, там, не знаю, диалект, диалект – это другое. Ну, а как бы в общем понимании подходит вполне. И человек просто закапывает эту версию, говорит, нет, все, мы не пишем это, потому что я знаю. Горя от ума. Я профессор, я прекрасно знаю. Поэтому, ну, а иногда бывают вопросы, они идут вот именно в мое хобби, в мое увлечение, и я прямо сразу, сходу могу давать ответы, вообще, не используя команду практически. Такое тоже бывает. Но все-таки опыт, опыт – самое главное. Вот мне интересно было наблюдать вот и сейчас, как первая лига у нас играет. То есть, это мы запустили проект, абсолютно новые люди, то есть, там буквально несколько человек, которых я знаю, как игроков там с прошлого каких-то мероприятий. Вот, но так люди новые. И я вижу, как одни начинают лучше и лучше играть, другие за ними тянутся, у одних лучше получается раунд на эрудицию, у других лучше получается раунд на раскрутку вопросов. Но рост идет, потому что даже в самом начале они отвечали, допустим, из 30 вопросов на 15, а сейчас из 30 на 22, 25, почти уже все вопросы. Вот, поэтому опыт, опыт тренировки. Ну, и на самом деле, здесь надо понимать, что вообще игра, конечно, вопросы – это ее основа, но это игра про общение. То есть, это взаимодействие с людьми. Это вот, у нас вообще, в принципе, мало возможностей сесть, просто активно пообщаться. Мы можем прийти в кафе, там поболтать как-то, можем в кино, в театр сходить, но там мы пассивно смотрим, получаем эмоции, но другие. А игры – это другой такой способ досуга, в котором именно я, как главное действующее лицо, то есть, я влияю на результат. И я, общаясь с большим количеством людей, могу знакомиться. У нас люди действительно знакомятся, и семьи заводят на играх, такой есть, и дети уже появляются. То есть, все это существует, поэтому, опять же, допустим, где мне познакомиться с интересными, с умными людьми? Ну, на улице сейчас почти, наверное, не знакомятся. А вот здесь запросто это происходит. Приходите к нам, у нас клуб знакомств. Да, агентство по знакомству. А если, допустим, решить сыграть восьмой канал и радио Ви-Би-Си, вот, стенка на стенку, такое возможно? Конечно. Мы делаем игры не только между компаниями, но и внутри холдингов, внутри компании. Обширный опыт у нас буквально. Этим мы начали заниматься еще до того, как сделали корпоративную лигу. И у нас есть опыт проведения бизнес-спартакиады. Нас приглашают туда делать, и мы с удовольствием откликаемся на эту просьбу, потому что это тоже своеобразный опыт, он интересен и нам лично. Ну, а компаниям, для которых мы это делаем, это интересно еще и потому, что у них есть возможность как-то оригинально, необычно, интересно развлечь своих сотрудников. Причем довольно-таки, скажем так, объемно. И не, сейчас пытаюсь правильное слово подобрать, нетривиально. Нетривиально, да. То есть, они не будут, грубо говоря, там, дискотека, фуршет, банкет и так далее. Ну, то есть, как обычно все это праздновать, тот же Новый год, например. Люди как отмечают, вот так, в конце Дед Мороз. Вот. А можно провести Новый год, провести новогоднюю игру среди сотрудников, также в конце придет Дед Мороз, но только программа будет состоять из каких-нибудь интересных вопросов, связанных там с компанией, с Новым годом и вообще со всем на свете. Поэтому в тимбилдинге внутри компании это тоже для нас, про нас и мы это делаем с удовольствием. Ну, вот я, кстати, хочу заметить, что мы подходим к этому немножко нестандартно, то есть, мы всегда, во-первых, интересуемся, чем занимается компания, мы не адаптируем там какой-то сценарий, который у нас есть, в котором мы там ездим по разным предприятиям. практически всегда сценарий пишется с нуля под компанию, если, допустим, мы работали с транспортной компанией, это будет там вокруг света там с этой компанией, если это медицинская, у нас вот врачи как-то приглашали, больница детская, местная, мы сделали прямо медицинский квиз, и даже был такой интересный факт, один банк, он заехал в офис, у них не было конференц-зала, вот, говорят, мы хотим игру сделать, а мы сделали из того, что есть, то есть, они занимали три или четыре этажа, были маленькие комнатки, и мы разделили команды по комнаткам, и просто перемещались вот так, вернее, мы, как организаторы, находились в комнате, а команда к нам приходила, мы ей задавали вопросы, она уходила, приходила вторая команда, ей те же вопросы, но они уже отвечают по-другому. Типа Форт Бояр. Да, вот такая схема. Здесь я к тому, что вот не было возможности, но мы придумали, как это сделать красиво, вот, и остались очень довольны люди. Последний вопрос задам, подходит к концу уже наша передача. Говорим много про другие проекты, что это за проекты, какие еще есть проекты? Так, ничего, пальцы будем загибать. Ну, давайте начну. Вот, клуб 60 секунд, с которого, наверное, все началось, это регулярные игры, там у нас несколько лиг есть, одна лига высшая, они играют по вторникам, есть онлайн-подразделения, часть команд после ковида, мы вообще, когда началась пандемия, мы все ушли в онлайн, у нас была такая техническая возможность, и мы проводили игры, то есть, как бы костяк игроков сохранился. Когда все закончилось, часть людей вернулась, очень хотела вживую, а кому-то понравилось дома сидеть, с чайком они включаются, объединяются в скайп, вопросы транслируются на экран, играют точно так же. Это у нас по средам происходит. Вот появилась первая лига «Воскресенье», корпоративная лига два раза в месяц у нас проходит регулярно, стабильно, плюс появился проект детективная игра «Сейн Твинс», это такая игра, похожая на настольные игры, но где команды друг с другом соревнуются, и все это в атмосфере такого нуарного детектива. Он свежий такой проект, очень интересный, самому мне нравится, с удовольствием его и провожу, и сам там даже играю. И по выходным мы собираемся по утрам и решаем сложные вопросики. Это уже удовольствие для тех, кому мало, кто перерос. То есть каждое воскресенье и субботу в 11.30 мы собираемся, там в среднем играют 5-6 команд, это вот прямо такие увлеченные люди. Вот для меня это такая возможность самому поиграть, потому что я больше организатор игр, но раньше я играл, и мне до сих пор это хочется делать, а такой возможности нет. Вот, поэтому мы вот это придумали, такую организацию, и я здесь уже как игрок, Александр там как ведущий, вот, и уже это, по-моему, года два у нас проходит. Да, года два по выходным, каждое утро приходим. Как на работу. Как на работу, да. Самый последний вопрос. Я всю программу думаю про тот самый вопрос, про лунный свет, и я хочу услышать ответ, потому что... Давай, значит, повторимся вопрос. Это называется разбор вопроса. Весной 2017 года один кинотеатр объявил о показе фильма «Лунный свет», но обманул зрителей и показал другой фильм. Какой? Ну, вот так. Я не знаю. Начнем с того, что 2017 год, весна. Весной у нас проходит церемония «Оскар». И если вспомнить, что «Лунный свет» получил «Оскар», а далее вспомнить, какой был инцидент на вручение церемонии «Оскар», там перепутали название фильма. Когда объявляли со сцены главный фильм, достали не тот конверт и объявили фильм «Ла-ла-ленд», который в том году тоже номинировался. Все это, конечно, конфуз. Выбежали, сказали, нет-нет, ошибка, все-таки «Лунный свет» победил. И кинотеатр таким образом разыграл зрителей. То есть на афишах был «Лунный свет», все пришли, сели и начался фильм «Ла-ла-ленд». В общем, ответ «Ла-ла-ленд». Как видите, он берется, в принципе, зная просто культурную повестку. Не нужно быть в это время в британском кинотеатре, чтобы ответить на этот вопрос. Но для этого нужна команда. Конечно, да. Один знает про «Оскар», второй... Второй помнит год, третий помнит, что там был за второй фильм. Да-да-да. Ну что ж, я желаю вам как можно больше участников тогда. Спасибо. Переходите, сыграйте. Я вот уже задумываюсь над этим, да. Я напоминаю, это была программа «Время говорить», и сегодня мы говорили про интеллектуальные игры. В гостях у меня были Александр Топоров, основатель и ведущий корпоративной интеллектуальной лиги, и Константин Маннич, основатель и судья корпоративной интеллектуальной лиги. В студии работала Юлия Ракотская. Увидимся на «Восьмом». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин